Официальный партнер информационной программы «Новости дня» – Банк Восточный, сеть удобных магазинов «Титан», супермаркет «Сто одежек», жилой комплекс «Императорский», торговая группа «Абсолют», ювелирная компания «Сапфир». Это информационная программа «Новости дня». Мы работаем в прямом эфире в студии «Батар Ламбаев». Здравствуйте! Корреспонденты ТВ-кома и я готовы рассказать о главных событиях в жизни Улан-Удэ и Республики. И вот основные темы сегодняшнего выпуска. Население в некоторых местах вообще не дает отлавливать собак глухое, чуть ли не в рукопашную получается. В Улан-Удэ началась кампания по отлову бродячих животных. Своим обязанностям приступил новый подрядчик. Сколько бригад работает по городу и какая сумма заложена, расскажем через несколько минут. Для того, чтобы в бизнесе средняя зарплата росла, это надо, чтобы бизнес уходил из тени. За счет кого и чего должны повыситься доходы врачей и учителей. На традиционной пресс-конференции глава Бурятия рассказал об экономической взаимосвязи. Со сметаной, со сгущенкой, с вареньем, с повидлом вообще в любом... И с мясом. И с мясом, конечно. Масленичная неделя в разгаре. Что интересного подготовили организаторы праздниц для горожан и где в этом году сожгут чучело масленицы. Вот он, реальный такой ненаносной патриотизм. Собирали по крупицам 50 лет. Краеведческий музей 42-й школы признан одним из лучших в стране. С 1 марта в Улан-Удэк своим обязанностям по отлову безнадзорных животных приступил новый подрядчик. До сели компания работала с животными в районах. Поэтому опыта отлова в условиях города у сотрудников нет. Как выстроена работа, расскажет Баир Цедыпов. Удавку для крупных и агрессивных. И инъекцию со снотворным для особо крупных и озлобленных собак. Если у нас инъекция уже внутри, воздухом ее вытолкнула туда, она полетела. Через сколько действует инъекция? Ну, зависит от какой собаки. В течение пяти, от пяти до десяти минут они уже усыпаются. И все это время приходится бегать за ними? Да. Сама инъекция не фатальна для животных. Она лишь усыпляет, а спустя некоторое время животное приходит в себя. Каждый день на телефон горячей линии поступают до десяти заявок от населения. А в среднем за сутки отлавливается по 25 собак. Говоря о сложностях, недочеты в документации, мелкие замечания по содержанию питомника имеются. Но они никак не влияют на работу. И время на их устранение есть. В отличие от других проблем. Население в некоторых местах вообще не дает отлавливать собак. Выходят чуть ли не в рукопашную, получается. Бегают безнадзорные собаки. Они их защищают, видимо, подкармливают. И голословно кричат, что это их собаки. Их собаки, получается. И не дают отлавливать. Хотя ни жетонов, ни ошейников, ничего нет. По закону собаки так не должны бегать. Директор фирмы ЦАС готов встретиться с зоозащитниками, обсудить с ними все интересующие вопросы. Им про себя и свою компанию говорит, скрывать нечего, прозрачность полная. Потому как комбинат по благоустройству имеет право разорвать контракт с подрядчиком в случае грубых нарушений и внести того в черный список. А по некоторым данным, в следующем году на отлов и обработку бездомных животных будет выделено около 60 миллионов рублей. Потому и дорожить работой смысл имеется. Боярд Садыпов Сергей Костенко. Новости дня. Огромная яма в самом центре Улан-Удэ. Сегодня в нескольких жилых домах по улицам Смолин, Шмидта и Советский отключили холодное водоснабжение. Также без доступа к воде остались несколько торговых центров на Корабельной. Виной всему прорыв в трубе. Бригады водоканала с самого утра искали место аварии. А как нашли, рабочие принялись латать трубу. Сегодня будут к вечеру ремонтные работы завершены. Потому что 150 миллиметров – это небольшой диаметр водопроводной трубы. В этих домах проживает не так много людей. И обычно у нас отключают холодную воду до конца рабочего дня, чтобы люди после работы могли воспользоваться услугами холодного водоснабжения. Такие аварии для Улан-Удэ – не редкость. Потому как сети практически изношены. И пока не произойдет замена от подобного рода прорывов, не застрахован никто. К другим темам. Как повысить заработную плату учителей в регионе? И почему глава Бурятии не против завода по разливу минеральной воды на Байкале? Алексей Циденов ответил на эти и другие вопросы в ходе очередной встречи с представителями республиканских СМИ. Все детали в следующем сюжете. Преимущество вхождения в ДФО – инвестиционный климат, строительство социальных объектов, дорог и заводов. Все это на бумаге и на словах выглядит, конечно, хорошо. Однако как сделать так, чтобы вместе с инфраструктурой росли и доходы населения Бурятии? Мы заинтересованы, чтобы в первую очередь рос коммерческая составляющая зарплата в бизнесе. И после этого у нас будет подтягиваться бюджетная часть. А для того, чтобы в бизнесе средняя зарплата росла, это надо, чтобы бизнес уходил из тени. Большой резонанс получило строительство китайскими инвесторами завода на берегу Байкала. Жители активно подписывают петиции против. Глава региона ничего страшного в этом не видит. 1 миллион 300 литров в секунду, подчеркиваю, в секунду через Ангару, текая через Иркутскую плотину. Поэтому те объемы, которые планируется выкачивать, ангарская плотина пропускает за полторы минуты. Если это полноценный завод, который разливает в бутылки, формирует добавочную стоимость, создает рабочие места, платит здесь налоги, и работают местные люди, а не приезжие из соседней страны, тогда я думаю, что такое может быть. Под занавес разговор коснулся и кадровых перестановок. По словам Алексея Цыденова, те, кто покинул кабинеты министров, задачи не справлялись. Не исключено, что в правительстве и еще произойдут изменения, сообщил глава региона. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев, Новости дня. Штрафовать за ошибки. Минздрав предложил ввести административную ответственность за оказание неправильной медицинской помощи. Планируют наказывать должностные лица от 10 до 20 тысяч рублей, а юридически от 50 до 70 тысяч. Мы решили спросить у Улан-Уденцев, сталкивались ли они с непрофессионализмом врачей. Сталкивались ли вы с непрофессионализмом врачей? Ну, когда-то давно. Да, вот я вот болею уже месяца два. И как они не лечат? Я уже не могу эти таблетки воспринимать, которые они мне протестуют. А вообще чем это объясняют? Ну, индивидуальной непереносимостью, скорее всего. Сталкивались ли вы с непрофессионализмом врачей? Нет. Хорошо врачей? Мне повезло, что я всегда встречаю на своем пути хороших людей, в том числе хороших специалистов. Да и нет, по-моему. Всегда верный диагнозы ставят? Да. Не могу сказать, я редко по врачам хожу, но болею сама какими-то народными средствами обхожусь. Они просто сидят, выписывают всякие стучки, рецепты и дело с концом. Большинство опрошенных все-таки сталкивались с врачебными ошибками, либо сомневаются в компетентности медиков. По мнению авторов, инициативы изменения должны быть внесены в административный кодекс в 2022 году. Предупрежден, значит вооружен. Детский травматизм на железной дороге в Бурятии снизился и во многом благодаря просветительской работе. На днях сотрудники РЖД, линейной полиции на транспорте и комитета по образованию провели профилактическую акцию «Внимание! Дети!». Подробности далее. В 2018 году в Улан-Удэ на железнодорожных путях пострадало 15 человек. 8 из них погибли, в том числе один ребенок. 14-летняя девочка переходила пешеход на красную и была сбита встречным поездом. Остановиться он не успел. К сожалению, печальный опыт прошлого учит не всех. Посему элементарные правила поведения напомнить лишним не будет. Видели красный свет? Или не видели? Поезда-то нет. И что теперь? Поезда нет, а значит можно идти. Именно такой подход часто приводит к трагедии. Железнодорожники провели акцию «Внимание! Дети!». Раздали листовки и памятки. Напомнили, что переходить ЖД пути стоит лишь на зеленый, капюшон следует снимать, а наушники вынимать из ушей. Акция – это очень полезная, показательная. Ну, чтобы таких акций было, почаще было бы. Учили детей, да, в принципе, всех бы. Акция проводится ежегодно перед праздниками и школьными каникулами. Для пущей убедительности участвуют в ней и сами дети. В акции принимают участие ребята из девятой школы. Это активисты, которые помогают сегодня нашим горожанам, наверное, осознать правильное поведение на железной дороге. Кроме пешеходных переходов, мы проводим разъяснительные беседы в школах и детских садах, где до ребятишек и до взрослых мы доводим правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Надеюсь, что все будут их соблюдать и выполнять. Уроки явно не пройдут даром. Ведь, как гласит народная мудрость, предупрежден, значит вооружен. А тем, кто правила соблюдает, бояться на путях – нечего. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Есть ли в Улан-Удэ ущемление по половому признаку? В преддверии 8 марта газета «Молодежь Буряти» провела социологический опрос. Подробности этой статьи и другие заголовки в местных печатных изданиях в нашей постоянной рубрике «Пресс-обзор». Газета «Молодежь Буряти» в преддверии Международного женского дня 8 марта провела опрос среди Улан-Удэнок на тему ущемления по половому признаку. Выяснилось, что это происходит довольно часто. То на работу не берут, то домогается руководитель мужчины, то оскорбляют. Самая распространенная критика в адрес женщин – что они за рулем, как обезьяна с гранатой. Считаю, что это несправедливо, так как по статистике женщины соблюдают правила дорожного движения больше, чем мужчины, потому что медленны и осторожны. Также можно увидеть и мужчин с немужескими профессиями – стуардесса, парикмахер, повар, няня. Важно, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается, несмотря на окружающее мнение, говорит бухгалтер Стасия Пташкина. Это же издание опубликовало интервью с известным психологом и специалистом по семейной терапии. В нем сквозь призму знаменитой сказки про Золушку даются советы, актуальные для современной реальности, и разбираются типичные ошибки, приводящие к краху любовных и семейных отношений. Золушка – это девушка, которая ищет любви. Она не думает о статусе избранника и уж тем более не мечтает жить во дворце. Ее история начинается с любви, и она вся про любовь. Если современная девушка мечтает правдами и неправдами прорваться во дворец на Рублевке, это уже не Золушка. Скорее, это мачхина дочка. Золушке нужна любовь. Это единственное, что ее окрыляет и придает ей силы. Именно состояние окрыленности, одухотворенности, влюбленности дает нам энергию, которая может нас вывести на новый уровень, а в случае с Золушкой – в новый статус. Но это уже как бонус. Приезжая на бал, она не ставит себе задачу закадрить принца и остаться во дворце, говорит психолог Люцея Сулейманова. Газета «Номер один» рассказывает о чрезмерной медийной активности депутата Народного хурала Бурятии Михаила Гергенова. Особое внимание издание обращает на посты Михаила Денисовича в социальных сетях интернета, где он выкладывает пикантные подробности и своей личной жизни. Еженедельник также сообщает, что этот известный борец с ВИП-пенсиями и бегун на длинной дистанции бегает от налоговой службы, не желая платить налоги на сумму более 2 миллионов рублей. Депутат то публично вспоминает свое детство, то повествует о большом пристрастии к бегу и лыжам, причем очень часто на грани назойливости. То зачем-то делится подробными сведениями о своих недугах и походах в больницу и стоматологию, сопровождая все вышеперечисленное подробным фотоотчетом. А когда выложил в Фейсбуке фото камней, которые ему удалили в ходе операции, возмущенные граждане уже не выдержали и стали в комментариях напрямую писать депутату, зачем он такое публикует и чего добивается. Подобное выплескивание жизненно-публичное обозрение вызывает недоумение. Можно ли назвать поведение Михаила Гергенова психологическим эксгибиционизмом, оценивать не беремся. Хотя, вероятно, замысел у всей компании был в том, чтобы люди распознали в нем пусть своеобразного, но такого, что называется, своего в доску и простого в общении рубахи парня, пишет автор статьи. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих республиканских еженедельниках. Евгений Буянин, Мария Кравцова, Алексей Щербаков. Новости дня. Сейчас небольшая реклама, перед ней краткий анонс с тем второй части выпуска. Не переключайтесь. Мне очень понравилось, конечно, валять валенки, обувь. Ваяние из шерсти. В Улан-Удэ прошел первый показ коллекции изделий из шерсти начинающих дизайнеров. Во Всероссийской Олимпиаде школьников я участвую уже третий год подряд. И каждый из этих трех лет у меня первый стап. Лучшие в городе. В Улан-Удэ наградили победителей муниципального этапа Олимпиады школьников. Поделать ремонт, поменять мебель, гардероб обновить в весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. Потрясающая новость! Икра лососевая. 159,90. Потрясающая новость! Колготы женские акция. 1 плюс 1. Потрясающая новость! Конфеты подарочные. От 59,90. Яркая весенняя коллекция одежды для детей и взрослых. В новом супермаркете 100 одежек. Куртки от 1990 рублей. Шапки от 199 рублей. Скидки до 50%. Супермаркет 100 одежек. Втором комплексе Мегадом. Второй этаж. Новый квартал Елизавета. В жилом комплексе Императорский. Квартиры по 39 тысяч за квадратный метр. Покупай в Абсолюте выгодно. Скидки до 40%. На средства для волос Треземе. Абсолют. Гарант низких цен. О чувствах не говори, просто дари. Ювелирная компания Сапфир к 8 марта дарит скидку 30%. Широкий выбор подарков для любимых. Сапфир. Выбери лучшее. А ты готов к весне? Целый этаж. Модные, качественные, комфортные и стильные обуви для всей семьи. Найди свою яркую пару. Столичный третий этаж. Любые шторы и для всех. Расцветку выбрав золотую или же нежную морскую. Хранить ваш сладкий сон. Те шторы в спальне ваши будут. Если в гостиной, подчеркнут пространство легкую свободу. Если за выбором вопрос, сертификат приобретите. Зайдите к нам. В ваших мечтах вы видели именно наши шторы. Студия Штор Модена. Рынок Крестьянский, третий зал. Ключевская 42 и торговый дом Юбилейный. Завод натяжных потолков линии НЕПА в честь своего десятилетия объявляет. Шок цена. Всего от 340 рублей за квадратный метр безупречного качества. Телефон 307-307. В прямом эфире новости дня и мы продолжаем выпуск. Массово переходим с бус на блины. Масленичная неделя в самом разгаре. Сегодня день тещиных блинов. Знают ли о традициях улан-уденцы и поскольку литров теста в день расходуют в одном из кафе, чтобы накормить всех любителей весенней выпечки. Олефтина Дармаева с деталями. По 12 литров теста, в том числе шоколадного, ежедневно улетает только так, говорят повара. Фаворите улан-уденцев блины со сгущенкой и с припеком, желательно сладким. Не проходит и пары минут, и лакомство готово. Узнаем, как проходит масленичная неделя у горожан. Почему у вас в руках не блины, а документы? Потому что работа. А знаете, да, что должны быть блинчики всю неделю? Да, знаю. Какие любите? Со сгущеночкой. О, я только вот сагалка на отмечаю, традиции такие, не знаю. А так блины чёщие, но очень сильно люблю. Какие блины с чем любите? Со сметаной, со сгущенкой, с вареньем, с повидлом, вообще в любом... И с мясом. И с мясом, конечно. Нужно экспертное мнение по очень важному вопросу. А, не-не-не-не-не. Блины любите? Любите? Ну да. Какие самые вкусные? Домашние, свои. Ну смотрите, на молоке. Да, дальше, на чём ещё можно? На сметане, на водичку просто элементарная. На сыворотке? На сыворотке, да. Волозиво вкусно очень, блиночки. Я знаю, даже на газировке пекут? Ну, пекут, говорят, с зырочками. А вы блины печёте своим детишкам? Нет. Нет времени? Нет времени. А масленичные традиции какие не знаете? Нет, не знаю. Узнать все традиции и вдоволь наесться блинами в этом году можно будет прямо в центре Улан-Удэ. В этом году масленица запланирована проведение прощённого воскресенья и масленичного гуляния на площади Советов. Это, можно сказать, такой ноу-хау впервые. За последнее время проводится масленица именно в центре города. Ну, задача, чтобы жители могли беспрепятственно, выйдя из дома, на маршрутке, на трамвае, добраться до места проведения праздника. Праздновать будут по традиции в этнографическом музее, ещё в парке имени Жанаева. Гости станут частью игровой программы. Начнётся она в час дня. На центральной площади обещают даже сжечь чучело и окончательно проводить зиму. Алифтин Дармаева, Андрей Дармаев и Вячеслав Батоев. Новости дня. В разгар масленичной недели готовимся к 8 марта. Много тёплых слов в адрес женщин прозвучали в театре русской драмы. Сегодня первые лица республики и Улан-Удэ поздравили слабую половину человечества с праздником весны. Как это было, расскажем далее. Песнями Лепса удивляют женщин в зале ведущие артисты Бурятии. А юные танцовщицы из театра «Созвездие» показывают дам разных эпох. Шёлковые платья, прически из 60-х и пожелания. Правда, не из прошлого века, а вполне современные. Желаю вам здоровья, счастья, любви. Много денег с 8 марта Улан-Удэ. Много денег – это главное для женщины? Да. Поздравляют женщины и первые лица республики. Для дам сегодня декламируют стихи. Вы нас поддерживаете, вы нас заряжаете, вы нас обогреваете, вы нас спасаете. Вы помогаете и наполняете нашу жизнь смыслом. Ведь именно вы, милые дамы, в самые сложные времена становитесь для нас опорой. Помогаете преодолеть все жизненные трудности и невзгоды. Концерт в театре русской драмы создали в стиле разных эпох, начиная с 30-х годов 20-го века. Также зрители, а преимущественно это были женщины, смогли насладиться знаменитыми куплетами от забавы и современных бурятских артистов. Мария Латышева, Жаргатсин, Дашиев. Новости дня. К другим темам. Обувь, шапки, платье и многое другое. Свои изделия из шерсти показали начинающие дизайнеры. Какую технику освоили рукодельницы и полезна ли такая одежда для здоровья, расскажет моя коллега Валерия Каратуева. За 10 дней более 200 моделей из шерсти. Ученицы шерстяной дивы из Монголии, Орсо Долгармы, освоили технику ваяния из натурального материала всего за полторы недели и с удовольствием демонстрируют свои успехи. Мне очень понравилось, конечно, валять валенки, обувь. В дальнейшем я планирую научить всю семью этому искусству и валять действительные вещи дизайнерские. Я рада, что пришла на мастер-класс. Теперь я любые изделия могу сделать своими руками, по своему размеру, по своему дизайну. Дошедшая до нас с древних времен ремесло не потеряла своей актуальности и по сей день, а только набирает обороты. Ваяние из шерсти развивает творческое воображение, чувство формы и цвета, а изделия радуют своей неповторимостью и разнообразием. Из шерсти валяют не только валенки и варежки, но и целые шапки и платья. Например, есть вот такое красивое с необычным узором в силуэте женщины. Оно не только необычное, креативное, но и сложное в производстве. Волокна шерсти проходят сквозь ткань. Так происходит соединение материалов и образуется одно полотно. Но есть и другая техника, когда шерсть выкладывают поверхью сунтка на ткани. Всем известно, что это натуральное изделие без каких-либо добавок, поэтому оно очень полезно для здоровья. Зимой в этой одежде тепло, особенно в степи, а летом оно хорошо защищает от жары. Также зимой полезен пояс из овечьей шерсти. Он не выпускает тепло и не впускает холод и хорошо защищает почки. В будущем ученицы курса планируют и дальше заниматься этим ремеслом и делать необычные вещи уже на заказ. Валерия Каратуева, Андрей Дармаев. Новости дня. Лучшие в стране. 42-я школа Улан-Удэ стала третьей на всероссийском конкурсе «Историческая память». На федеральном уровне высоко оценили Краеведческий музей школы. Пятерых победителей выбирали более чем из двух тысяч храмов памяти из 60 регионов России. В школе номер 42 к Краеведческому музею относятся с большой любовью. Собирали его по крупицам без малого 50 лет. За это время накопилось более двух тысяч экспонатов. Среди них много уникальных предметов. Один из ценнейших – патефон времен Великой Отечественной войны. Также у нас очень много экспонатов с Мамаева кургана. Выведены ребята с экспедиции. Знамечательный экспонат от снаряд от «Катюши», который производился в период Великой Отечественной войны на нашем заводе ЛВРЗ. Фронтовые письма наших выпускников. 120 выпускников и 10 учителей школы являлись участниками Великой Отечественной войны. Ученики увековечили их подвиг и собрали книгу памяти. Мы очень гордимся, рады и, конечно же, судьям того, чтобы этот музей развивался. И как можно больше экспонатов в нем было, и как можно больше детей занимались краеведением. Проект «Единая Россия. Историческая память» стартовал в Бурятии в феврале 2018 года. Подачу заявки организаторы шутя сравнивают с запрыгиванием в последний вагон уходящего поезда. Успели буквально в последние дни регистрации. Эксперты считают, что участие в подобных состязаниях необходимо. Вот он, реальный такой ненаносной патриотизм. Когда школьники собирают материалы, изучают истории своей школы, изучают подвиги своих земляков. И вот через свои руки, через свои глаза, через свои, как говорят, уши, они все это проносят через свое сердце, самое главное, и становятся патриотами своей земли, своей малой родины, своей большой родины России. Теперь, чтобы достояние музея стало доступно всем, в 42-й школе хотят создать его цифровую версию. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня. Самое масштабное интеллектуальное состязание – Олимпиада школьников. В Улам-Удэ наградили победителей муниципального этапа по 25 предметам. Всего в городском этапе приняли участие почти 3000 старшеклассников. Кто стал лучшим, расскажем далее. Книга почета. В нее занесены имена победителей Олимпиады, всех тех, кем гордится родная школа. Впишут в нее и имена сидящих в этом зале. Среди 3000 участников со всего города лучшими признали вот этих ребят. Всего 140 школьников. Причем 16 из них – призеры-победители по двум, а то и трем предметам. Во Всероссийской Олимпиаде школьников я участвую уже третий год подряд. И каждые из этих трех лет у меня первые места по обществу знаний и по экологии. Я считаю, что эти предметы сейчас становятся особенно важны в нашем современном обществе. И поэтому я и занимаюсь именем. Задания, конечно, с каждого года становятся все труднее, все запутаннее. Но именно подготовка и дает силы с ними справиться. Предстоит еще более серьезная подготовка. Школьники, преодолевшие муниципальный, а затем региональный этапы, поборются за звание лучших на всероссийском уровне. Призерство на российском уровне Олимпиадах. Я думаю, что вузы они отслеживают, потому что, скажем, статистика или информация о тех детях, которые на российских Олимпиадах побеждают, она в любом вузе страны есть. Хочется сказать слова глубокой признательности нашим учителям. Именно педагоги города Улан-Удэ считаются лучшими педагогами не только в республике, но и в России. Это показывает уровень подготовки наших детей на всероссийских Олимпиадах. Кто будет представлять свою школу на российском уровне, совсем скоро покажут результаты регионального этапа. Впрочем, на старшеклассников-интеллектуалов уже равняются первоклассники. На победителей всех в школе смотрим нынче снизу вверх. Но уверены, что вскоре ждет и нас большой успех. Инна Садондукова, Вячеслав Батоев, Новости дня. Он руководит целым регионом и принимает стратегически важные решения. Но мы решили узнать Алексея Цыденова с другой стороны и проверить его кулинарные навыки. В гостях у программы «Вкусно» глава Бурятии. О политике и не только. Что за блюдо, откуда история, куда уходят корни? Корни уходят в детство, готовили дома. Руки помнят. Отлично. Будем делать. Он умеет готовить. Я первый шуб свалил в 6 лет. А, что себе. Ну, самое главное, как? Мы его съели. 8 марта у плиты даже Алексей Цыденов. 8 марта для вас вдвойне знаменательный день? Да. У нас в семье это вдвойне знаменательный день. 8 марта мы с женой познакомились. Это был такой для меня самый счастливый день, наверное. Что приготовил глава Бурятии вместе с Еленой Краснопеевой в женский праздник? Узнайте 8 марта в 9.30, включив кулинарное шоу «Вкусно» на ТВ-коме. Вместо кипа бумаг и папок с документами – кастрюли до поварешки. Вместо однообразных заседаний – разговор по душам. Ведучая программы «Вкусно» Елена Краснопеева настроила главу республики на праздничный лад. А на праздничном столе у нас… Грибочки. Что за грибочки? Это будут вкусные грибочки. Заготовкой не забыли и о насущном. Когда ликвидируют третью смену в школах, как решается проблема с очередями в детских садах, если плюсы вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. Честно, без прикрас. Алексей Цыденов дал исчерпывающие ответы. Но кульминации были не они, а кулинарный шедевр в его исполнении. Я вот за то, чтобы грибочек был с пудрой. А я бы с пудрой. А давайте. Ну? Давайте. С праздником. Пробуем. Пробуем. Приятного аппетита. Сладким блюдом тут не обошлось. Глава Бурятии научил нашу ведущую правильному рецепту зеленого чая. Какие еще секреты раскрыл он на программе, узнаете 8 марта. Кстати, для Алексея Цыденова это не просто женский праздник, но и годовщина встречи с любимой супругой. Первый эфир пройдет в 9.30 утра, следующий в 19.30. Грациозная осанка, идеальная линия движений, правильная постановка стопы. О секретах модельной походки и не только по подиуму, но и в жизни расскажем в нашем следующем сюжете. Стать уверенной в себе, обрести внутреннюю гармонию и почувствовать себя счастливой. Курсы женской привлекательности «Краса Байкала» – это прекрасная возможность попробовать что-то новое тем, кто решился добавить яркие краски, фотосессии и дефиле в свою повседневную жизнь. Привлекать внимание, грациозной походкой и превосходно позировать перед камерой сможет научиться любая женщина. Ограничений по росту, комплекции и другим параметрам нет. На занятиях обучаются не только пластике, но и тому, как проявить свое женское очарование с помощью опытных психологов. А танцевальные направления помогают раскрыться творческим способностям и почувствовать себя свободной. На курсах «Краса Байкала» мы учим не только внешней привлекательности, но и работаем над внутренней красотой каждой женщины. Курсы помогают поднять самооценку, избавиться от назойливых комплексов и всегда чувствовать себя на высоте. С участницами работают опытный преподавательский состав и профессиональные фотографы. Запись на курсы «Краса Байкала» еще идет. Весна – время перемена, а значит пора сменить тяжелые и неповоротливые шубы и пуховики на яркие весенние куртки. Тем более 8 марта не за горами, где подберут модель на любые параметры. Причем недорого знает наш корреспондент. Лучший сюрприз к 8 марта – это теплый и комфортный подарок, который будет радовать глаз не один сезон. Строгие пальто, удобные куртки, легкие ветровки. На ярмарке «Ермак» подберут обнову даже самым взыскательным клиентам. После монохромной зимы на расхват яркие расцветки. Весна в основном тянет на такие яркие и сочные цвета. Чтобы как бы, ну уже весна, уже радость на душе, уже тем более 8 марта скоро, хочется праздника. Вот, поэтому и подбираем такое яркое все светленькое. Себя порадовать перед праздником? А как же, обязательно. Есть из чего выбрать, и размеры есть, и модели достаточно богатые, и приталенные, и вот видите, и с кулиской, и свободные. Кому что нравится. В принципе, подобрать можно. Мне кажется, неплохо. Куплю. Магазин «Ермак» – новое поступление. Весенник коллекции 2019 года. Разнообразие курток, яркость цветов. Размерный ряд с 42 по 72. А значит, отказываться от заветной обновы из-за неподходящего размера или даже стоимости изделия не придется. Размеры на любые параметры, а цены вовсе не кусаются. Ну хорошо, не нравится. А цена как вам? И цена устраивает. Хорошие цены? Хорошие цены. Вообще есть из чего повыбирать здесь? Конечно, выбор хороший, широкий выбор. Есть из чего выбрать. Приезжайте, приходите, смотрите, мерьте. 8 марта не за горами. Ярмарка верхней одежды «Ермак» находится по адресу проспект Строителей 4, остановка Гормолзавод или 47-й квартал. Магазин работает с 10 до 8 вечера. После программы «Новости дня» в 22.15 смотрите криминальную драму «Оперативная разработка». Солист – опасный преступник и никогда не оставляет следов. МВД берут его в оперативную разработку. Пытаясь остановить главного героя, погибает один из милиционеров. По этой причине майор ГУВД идет на сотрудничество с бизнесменом, у которого свои счеты с преступником. Таким был этот выпуск. Я напомню его главные темы. 16,5 миллионов рублей на отлов 7,5 тысяч особей. В Улан-Удэ началась кампания по отлову бродячих животных. Преимущество вхождения в ДФО – строительство социальных объектов, дорог и заводов. Глава Бурятии пообщался с представителями республиканских СМИ. Блины с разными начинками. Масленичная неделя в самом разгаре. Основные праздничные мероприятия пройдут в этнографическом музее, в парке имени Жанаева и на площади Советов. На этом у меня все. Напомню, что познакомиться с новостями вы также можете на нашем сайте. Заходите, смотрите, комментируйте. Для вас работал Батар Ламбаев. Оставайтесь на ТВ-Коме. Поделать ремонт. Поменять мебель. Гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной поставки 9,9% до конца марта. В Титане потрясающие скидки до 50%. Успей порадовать себя. Потрясающая новость! В Титане тюльпаны всего за 39,90. В Титане купи подарок от чистой линии за 1 рубль. Новый квартал Елизавета в жилом комплексе «Императорский». Квартиры по 39,000 за квадратный метр. К широкой масленице в Абсолюте. Молоко фермерское отборное. Всего 49 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. О чувствах не говори. Просто дари. Ювелирная компания «Сапфир» к 8 марта дарит скидку 30%. Широкий выбор подарков для любимых. «Сапфир». Выбери лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова